Из-за всех провальных сговоров этот был одним из самых провальных. Циничная попытка подняться по социальной лестнице, напялив на себя фальшивую духовность, помноженная на не менее циничную попытку получить известность, въехав в высший парижский свет на шлейфе скандально известной банкирши, закончилась таким громким конфузом, что мы чуть было не лишились одного из выдающихся портретистов рубежа веков. Это история скандала с портретом Мадам Икс. История о том, как одна модная ошибка чуть не пустила под откос карьеры двух очень способных, умных, амбициозных людей. И как наши современные популяризаторы культуры так и не поняли, что же тогда произошло. Но не будем забегать вперед паровоза. Все началось в Париже в 1883 году. Во Франции Третья Республика, Белли Пок, Эмиль Золя и импрессионисты. Эйфелева башня еще в проекте, а Мулен Руш уже центр жизни. 28-летний выпускник художественной академии, уже довольно популярный и хорошо зарабатывающий, принимает стратегическое решение написать портрет модной светской красотки, прославившейся своими пикантными похождениями на весь город. Если о ее портрете заговорят, а куда они денутся с ее репутацией, то он начнет получать заказы от других состоятельных парижан. Одновременно 25-летняя профессиональная красавица, жена богатого бизнесмена, не устает искать возможности продвинуться в парижском высшем свете. И она чувствует, что пробуксовывает. Деньги мужа и знаменитые любовники могут продвинуть ее только до определенного уровня. Ей нужны новые источники рекламы, ей нужна аура высокой культуры. Оба наши героя американцы, хотя она покинула Новый Орлеан в нежном возрасте 8 лет, а он вообще родился в Тоскане в семье военного врача. И Париж, строго говоря, их дом родной. Но все же они экспаты, и французское общество не дает им это забыть. Им легче договориться друг с другом, чем искать помощи у местных. Через друзей и клиентов Джон Сингер Сержант знакомится с Вирджинией Амелии Готро. Они приходят к взаимопониманию. Это не будет заказной портрет, она не заплатит ему ни копейки. Это будет их общий пропуск высшее общество. Он обещает ей славу и блеск художественного салона. Она же дает ему напрокат свою прославленную экзотическую красоту креолки. Он рассчитывает после этого практически гарантированного успеха получить заказы от всего парижского бомонда. А она стать не просто популярной женой денежного мешка, а элегантной музой в столице изящных искусств. Зимой 1883 года Сержант начинает работу над монументальным, выше двух метров, парадным портретом Мадам Готро. Довольно быстро выясняется, что вдохновение не готово явиться по свистку амбиций. Сержант, как и многие его современники, восхищен неуловимой оригинальной красотой своей модели, но с трудом представляет себе, как закрепить ее на бумаге. Она хорошо смотрится в движении, но в статике теряет изящество. При этом Виржини уделяет работе ровно столько времени, сколько остается от ее многочисленных светских обязанностей и развлечений. Ей лень позировать. Он не знает, как ее посадить, чтобы ухватить это нечто, что делает ее такой привлекательной и отличающейся от других. Она капризничает, он делает массу набросков в карандаше, акварелью, маслом. Наконец, они вдвоем приходят к соглашению насчет позы и композиций. Оба в восторге. Кажется, что вот оно, решение найдено. Наконец-то он чувствует прилив вдохновения. Эта картина будет достойна салона. Он подаст ее на весеннюю выставку сезона 1884 года на самую престижную художественную экспозицию не только Франции, не только Европы, всего цивилизованного мира. Пару слов о парижском салоне. Салон, официальная выставка Академии де Бозар, к этому времени существовал уже полторы сотни лет и бодро катился к своему скорому концу. Некогда культурный ориентир всей Европы. Салон превратился в оплот консерватизма, в бастион ретроградства от искусства. Тем не менее, это все еще очень престижное мероприятие. В салон картины принимались по отбору, и в конце выставки жюри присуждало медали. Импрессионистов и прочих модернистов в салон почти никогда не принимали, но иногда им удавалось прорваться и наделать шума. Так Олимпия Эдуара Мане вызвала прямо-таки истерику на салоне 1865 года. Это самка гориллы, сделанная из каучука и изображенная совершенно голой, на кровати. Беременным и невинным девам следует избегать подобных впечатлений. В 80-х годах все разбирающиеся крутые ребята уже согласны, что салон это стрёмно и отстало. За по-настоящему продвинутым искусством нужно было идти в салон отверженных. Там выставлялись те, кого в салон не взяли. Именно по причине их способности и желания делать что-то новое, смелое и интересное. Двигать искусство вперед. Но сарженту и мадам Гатро не надо было двигать искусство. Они хотели продвинуть себя. Именно в истеблишменте, именно среди властимущих, костных и богатых. Там их должны заметить и оценить по достоинству. Картины в салоне покрывали стены плотным ковром в четыре ряда. И так 31 зал. Огромное количество визуальной информации. Саржент намеренно делает портрет, мягко говоря, некамерным, реально массивным, чтобы не потеряться, выделиться в этом красочном месиве. Он намеренно сокращает палитру, делая портрет почти черно-белым. Он хочет продемонстрировать свое мастерство тончайшей выделки оттенков человеческого тела, свою виртуозную технику гениального портретиста, персонажи которого одновременно выглядят ужасно живыми и при этом словно облитыми волшебным жемчужным светом. Впрочем, Вирджини почти что так и выглядела в жизни. Мадам Гатро была большой кокеткой. Во времена, когда декоративная косметика еще не присутствовала в повседневном арсенале порядочных женщин, она не только подкрашивала свои темные волосы хной и сурмида брови, она нарочно заказывала особую пудру лавандового оттенка, чтобы еще сильнее подчеркнуть свою драматическую бледность. Этот слегка сиреневый цвет ее кожи сажант решительно переносит на полотно. Это вам не мерещится, это не дефект репродукции. Вирджини действительно слегка фиолетовая. Простота платья должна была подчеркнуть декадентские изгибы ее силуэта и стать предельным контрастом ее сияющей русалочьей красоте. В годы пика популярности экстремального корсетирования ее талия была знаменита тонка. Ее профиль античной камеи, как тогда выражались, словно вырезанный из полупрозрачного камня, становится основным декоративным элементом ее образа. Из аксессуаров на ней только простой черный веер, крошечный сияющий полумесяц в волосах, намекающий на могинью Диану. И выложенные драгоценностями бретели платья, одна из которых будет с божественной небрежностью спущена с плеча. Поскольку ее невозможно было не узнать, а приличие диктовали соблюдать напускную скромность, портрет появился в салоне под названием «Портрет де мадам пам-пам-пам». Художник и модель тихонько отошли в сторону и, затаив дыхание, стали ожидать бури восторженных отзывов и заслуженной славы. Отзывы не заставили себя ждать. Самым любезным из них был «Саржен, должно быть, помешался». Он, между прочим, был уже не в первый раз замужем. Он и до этого выставлялся в салоне и, в принципе, знал, куда лошадь запрягается. Он хорошо понимал вкусы публики, критиков. По крайней мере, он так думал. Вообще, углумление над картинами салона было популярным жанром газетных карикатуристов. Художники, чей вклад в культуру ограничивался насмешками над обманутыми мужьями и продажными политиками, не могли отказать себе в удовольствии позубоскалить над более успешными собратьями по профессии. Но в этот раз они уж что-то очень разошлись. Мнение публики о портрете составилось стремительно, и оно было ошеломляюще негативным. Пошлость, омерзительно, гротеск. Это какая-то карикатура. Трупный вид, жуткая вульгарность, шокирующий эротизм. И еще чуть-чуть, и дама освободится от платья. На выставке классического направления, где чуть ли не каждая пятая картина изображала ногих богинь, бурное моральное негодование вызвал портрет женщины в бархатном бальном платье в пол. Как? Почему? Современному человеку совершенно невозможно этого понять. Даже если не вдаваться в историю моды, это платье не выглядит ни скромным, ни с какого боку. Черное, непрозрачное, очень простое, почти пуританское в своем минимализме, с небохвесть каким ужасным декольте, вы даже ложбинку между грудей не видите, с жестким негнущимся лифом, похожим на доспех. Где, ради бога, они здесь углядели непристойность? Ну где? Дама как на похороны собралась ей богу. Если же мы вдадимся в историю моды, негодование современников выглядит еще более странным. В те годы черный цвет был довольно распространен для бальных платьев. Анна Каренина Да, мадам затянута в рюмочку, но на дворе 80-е годы. Весь Париж тогда затягивался, чтобы мама не горюй. Понимаете, объясняют нам статьи в интернете, в оригинальном варианте картины правая бретель платья была спущена с плеча, и поэтому современники углядели в ее наряде непристойный намек, как будто платье с нее спадает. В самом деле, давайте обратимся к примеру. Современные портреты демонстрируют нам платье с еще более смелыми декольте, с бретелями, спущенными на бицепс, оставляющие плечи совершенно открытыми. И ничего, никто не беспокоился, что эти дамы выпадают из своих нарядов. Сам факт асимметрии дизайна тоже в принципе не должен был никого шокировать, хотя только одна спущенная бретель действительно была необычным решением. Но вы же понимаете, что лямки на ее платье носят чисто декоративный характер. Сполжая бретель не означает, что с дамы спадает платье. Оно и без бретели держалось бы на ней как латы, просто посредством корсета. Так в чем же проблема? Почему с императрицей Сиси платье не спадает, а с Вирджинии спадает? Современников возмутил не сам факт открытости платья и не сползшая бретель, а то, что лифт платья был очень свободно облегал грудь, оставляя зазор. Нормальное платье того времени целомудренно сдавливало торс дамы, не оставляя ни просвета между тканью и кожей, почти впиваясь в плоть. Платье Мадам Икс сидит на ней слегка на отлет, словно бы она немного похудела. Сердцевидный разрез расходится широко, немного шире границ торса, за подмышки, дополнительно подчеркивая тонкость талии. Из-за этого кажется, что платье не облегает ее, а расширяясь от талии вверх, только приблизительно оборачивает грудь, при этом предоставляя возможность нескромным взглядом просочиться в щель между тканью и телом. И вот этого публика не перенесла. Из-за этого просвета между тканью и кожей зрителям казалось, что платье надето прямо на голое тело. Из-под такого открытого декольте должно было бы выглядывать нижнее белье. И нижняя рубашка, надеваемая между корсетом и платьем, действительно часто выпускалась сверху в вырез платья с декоративной целью и с целомудренностью, чтобы не дай бог. А здесь ничего, ни малейшего намека на скромные кружева под платье. При жане того времени привыкли к более пухлым налитым бюстам, и мадам Икс с ее еще не модной худобой вызывала отчетливое ощущение, что она надела платье не по размеру, которое с нее уже спадает. Аналогичный эффект создавала свадебное платье Керри в первом фильме Sex and the City. Этот сомнительный шедевр Вивьен Вестуд тоже выглядел так, словно платье велико для модели. Оно отходит от тела и не обтягивает ее, а как бы стоит рядом с ней, вокруг нее женщина завернута в платье, как цветок в целлофан, а не как пирожок в полиэтилен. И вот это свободное облигание вкупе с провокационно спущенной бретелью, которая казалась современником функциональной именно из-за такой свободы облигания и возмутила до глубины души парижских буржуа и спровоцировала град карикатур. Еще раз посмотрите на картину, и теперь вы все поймете. Она стоит перед нами, едва одетая в платье из чужого плеча на голое тело, нахально развернув торс к зрителю и отвернувшись. Лиф платья, а платья тогда состояли из отдельно надеваемого лифа и юбки, очень удлинен, буквально упирается в лобок и протискивается между ног. Ни тени смущения на ее лице, никакой попытки снискать наше одобрение, только наглая самовлюбленность и уверенность в своей неотразимости. И после этого ей уже не простили ничего. Как только были произнесены вслух первые остроты, началась ожесточенная травля. Газеты упивались, карикатуристы не щадили перьев, в самом лучшем случае хвалили художника за смелость в сатирическом изобличении модели, тщеславной пошлой парвенюшки без стиля и чувства меры. Прошлись и по ее напудренной бледности, до сих пор все восхищались жемчужным цветом ее лица, а теперь вдруг решили, что она выглядит как мертвец, как рыбье брюхо. И по ее пунцовому уху, особенно красному, по контрасту с сизостью щеки, и по ее ломаной позе. Все вроде знали, что она гордится своим профилем и всегда старается показать именно профиль. А тут вдруг возмутились, что модель демонстративно отвернулась от зрителя. Учитывая, что Олимпию в свое время проклинали именно за то, что она нагло смотрела прямо в глаза зрителю, лежа на кровати совершенно голой, а тут была совершенно одетая женщина, стоящая у стола, отвернувшись, действительно трудно было угадать, что этому зрителю было надо. Бедный саржент. Вирджини не могла показаться из дому, люди улюлюкали при ее появлении, саржент не знал, куда бежать, ее мать в прямом смысле слова истерически рядала у него в студии, умоляя снять картину с выставки, ее брат вызывал художника на дуэль. Совершенно обалдевший от такого приема артист оправдывался как мог. Я не нарисовал ничего, чего не хотела бы мадам. Это платье таким и было, мы его не для картины специально шили. В ярости и отчаянии он переписывает фрагмент, поднимает правую бретель на плечо симметрично левой. Но уже поздно. Этот провал не залатать. Он не только не получает новых заказов на портреты, те парижане, которые до этого обсуждали с ним возможность позирования, снимают заказы. Его карьера в Париже кончилась, едва успев начаться. Джон саржент собирает вещи и навсегда покидает Францию. Навсегда. Вирджини Гатро в слезах, в ярости, в депрессии, готова умереть. Над ней полгода будет ржать весь Париж. Но постепенно все забудется. И она, утерев слезы, закажет еще несколько портретов другим художникам, продолжая позировать в профиль. И даже в какой-то момент осмелеет настолько, что в омаж своему скандальному дебюту в салоне спустит с плеча одну бретель, позируя для другого портрета с еще более смелым декольте. Учитесь, дети мои, превращать Бак в фичу. Саржент сбегает в Лондон, чтобы оправиться от этого фиаско. И там он вскоре обнаружит, с огромным изумлением, что его сомнительная парижская слава придала ему особый блеск в глазах простодушной английско-американской публики. На него начинают сыпаться заказы. Несмотря на провал его затеи с Мадам Гатро, он таки становится популярным портретистом высшего света. Что же до пресловутого шедевра, который он переименует в «Портрет Мадам Икс». То после окончания выставки Саржент спрячет картину в своей студии, и она не увидит света аж до 1905 года. В 1916 он продаст ее за тогдашние тысячи долларов. Это не меньше 30 тысяч на современные деньги музею «Метрополитен» в Нью-Йорке, где она находится по сей день. В конце жизни Саржент скажет, что это его лучшая работа. А, собственно, спущенная бретель была ни при чем. Точнее, ни в одной бретели было дело. Иначе ему удалось бы исправить картину. Но этот дизайн был неисправим. Он опережал моду на хорошие сто лет. Скандал с «Портретом Мадам Икс» доказал, что тесное облегание, когда одежда буквально повторяет контуры тела, может быть парадоксальным образом менее сексуально провоцирующим, чем оставляющее зазоры и пространство для дыхания, отделяющее одежду от фигуры. Платье в облипку вовсе не выглядит более секси, чем платье, движущееся отдельно от тела, и поэтому оставляющее тело свободным и открытым для фантазий. Тем более это актуально сейчас, в эпоху леггинсов и микрошорт. Нагота сама по себе целомудрена. Тело – это просто анатомический объект. Его призывность, его привлекательность не связаны с его настоящим силуэтом. То, что вы придумали о нем, его движение, его жизнь, воображаемые его границы, игра с пропорциями, направление внимания. Вот какими методами пользуется мода, чтобы украшать и придавать сексапил. Как выглядеть женственный в пуховике? Точно уж не приталивая пуховик и заставляя его как бы повторять контуры фигуры. Посмотрите на свой пуховик. Посмотрите на портрет Мадам Икс. Сексуальность скрывается не там, где одежда облегает, а там, где она отстает от тела. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Не ходите по морозу нараспашку. Бог с ней с красотой. До скорых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог. Вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!